Я не наглый, не подумайте, что я напросился на подарок, но с удовольствием приму, с украинским узором, мне это очень нравится. Отлысинский, да, епархия, да, в будущем даст Бог, да, вот, спасибо большое, и знаете, вот, пусть мы молились за ваш храм, да, чтобы Господь нам помог, благословил, будем молиться о том, чтобы и строительство было завершено вовремя, да, но самое главное, можно большой храм построить, можно покрыть купол золотом, или даже купола нет, но представьте, мы можем построить, да, но даже если большой купол и покрытый золотом, но вот с палец толщиной, но если там не будет хотя бы двух-трех человек, которые любят Иисуса Христа, то грошится на всему этому, знаете, это в советское время пел Высоцкий, помните, да, а в России купола кроют золотом, чтобы чаще Господь замечал, но это суеверие, на самом-то деле Бог смотрит не на золото, если бы Бог смотрел на золото, то самыми Божьими людьми были бы самые как раз аферисты, пройдохи, негодяи этой земли, но Бог смотрит на, как раз на сердце человеческое, и Иисус рассказал однажды один рассказ такой, про одного бомжа по имени Лазарь, у которого не было друзей, у него одни собаки были друзья только, только собаки приходили и лизали его раны, вот, люди не хотели с ним даже разговаривать, может, он, конечно, плохо пахнул, человек жил на улице, конечно, он не имел возможности мыться, там, проще, вот, и другой человек, о котором мы не знаем больше ничего, то есть его имени мы не знаем, может, Иисус не назвал его имя, чтобы не опозорить его семью, как бы, я не знаю, почему, но он не назвал его имя даже, он просто сказал, богач, один богатый человек, и, знаете ли, во времена Иисуса Христа было такое суеверие, люди считали, что если человек богатый, то у него все хорошо с Богом, и он и здесь будет, и там, на небесах, у него будет все очень хорошо, и чтобы разрушить, а если бедный, значит, он неудачник, значит, он и на земле не состоялся, и в будущем у него мало, что хорошего будет за гробом, и, знаете ли, это было очень такой большой твердыней в разуме, как говорят сейчас, но Иисус, чтобы разрушить эту твердыню, он рассказал историю, а он все знает, Иисус знает такие истории, это мы не знаем ничего фактически, он знает все, и он рассказал историю не только земной жизни, но и то, что было после земной жизни этих людей, и он рассказал, что этот богач, он не просто хорошо кушал каждый день, у него был хороший стол, были хорошие друзья, нет, у него каждый день был пир, просто пир, то есть много гостей, много слуг, каждый день он не пропускал, у него были вечеринки, было торжество, было пир, и, значит, рядом в этом же городе жил один бомж, бродяга, вот тот самый Лазарь, который хотел, он мечтал напитаться обедками со стола, но даже эти обедки ему не давали, там не написано, что ему давали эти обедки, он мечтал только, потому что он понимал, что там такие куски хорошие, такие вкусные, что в помойке он не найдет такие, на мусорке там их нет, он не найдет, как бы в Киеве сейчас очень много там людей, даже прилично одетых по мусоркам, значит, очень стыдно даже за задержавок, когда, знаете, бабушки, пенсионерки, там ветераны, видно, что в мусорке перерывают, ищут там бутерброд какой-то, значит, там что-то еще ищут, там позорище просто, понимаете, значит, и вроде не бедная страна, земля-то богатая, богатейшая вообще земля, ну так ладно, пусть бог помилует наши власти, пусть бог помилует сегодня народ, и, так вот, и этот лазарь, он, значит, умер, и, знаете ли,